Мы видели, как, получается, тащили собаку по всему двору, ну, привязанную к капелям. Ну, в общем, мы сразу побежали за этим дядей. Мы говорили ему, чтобы он перестал это делать. Он не реагировал на это и занес сюда, и начал ее тут душить. Потом он повесил ее на это дерево. Сначала он подержал ее на сарае, чтобы она чуть-чуть умерла уже. Потом он взял в руку провод и перетащил ее сюда, привязал. И, ну, отпустил ее и пошел домой. Ребята на эмоциях, перебивая друг друга, рассказывают события того дня. Как обычно, гуляли во дворе. Местная девочка дразнила бездомного пса. По словам мальчиков, небольшая дворняжка, которая до этого была вполне дружелюбной, укусила обидчицу. Девочка заплакала и побежала домой. После этого вышел ее отец. Позвал собаку, та доверчиво подошла. Мужчина достал кабель, обмотал псу шею и потянул коврагу. Достигнув цели на глазах у местной детворы, начал душить. Когда пес перестал подавать признаки жизни, скинул в овраг. Сам спустился и повесил собаку на дереве. Мальчишки плакали и просили помиловать животное, но их просьбы о пощаде никто не услышал. Мы увидели, что у нее нога чуть-чуть двинулась, и Ваня сразу же взял ее, помогли снять ему провод. Потом мы сюда притащили один матрасик такой, все сели. Собака здесь была. Ване дали свою кофту, и она сидела, не могла двигаться. Все тело немело. Ребята спасли пса. Вместе со взрослыми отвезли его в приют. По словам работников, собака была в полуобморочном состоянии. Сломанная задняя лапа просто болталась. В заявлении о приеме дворняги в пункт временного пребывания животных так и указано. Сосед повесил собаку на дереве во дворе дома. Псу здесь оказали помощь, наложили гипс. Собачку привезли уже вечером. По словам сторожа, которая принимала ее, она была в полуобморочном состоянии. Ее мужчина, который нес, вот как завернули ее в тряпочку, как положили там в вольере, на настил, так она до утра и лежала без признаков, что она шевелилась, двигалась. А потом уже немножко начала приходить в себя. Коль разговор идет, что она как бы укутила кого-то, 10 дней – это железно. Она должна находиться у нас, под нашим присмотром, чтобы определить ее дальнейшее состояние. Сейчас в глазах дворняжки панический страх. Особенно боится мужчин. Кстати, пес, насколько это возможно в его состоянии, с радостью реагирует только на визиты своих маленьких спасителей. Даже первую еду взял из рук мальчишек. Взрослые свидетели этого инцидента написали заявление в милицию. Правоохранители проводят проверку. Хочется напомнить, что согласно действующему законодательству Республики Беларусь, за данный вид правонарушений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 30 базовых, либо административный арест по статье 15.45 жестокое обращение животных. Но также имеется и уголовная ответственность. Это по статье 339 прим. 1 жестокое обращение с животным выражено из корыстных побуждений, либо присутствие заведомо малолетних детей. Собака пока останется в приюте. Ее ожидает долгая реабилитация. Волонтеры говорят, лапа заживет. Но дворняжку нужно заново научить доверять людям. А уже потом можно и подыскать ей семью. Виктория Синицкая, Олег Фицнер, телеканал Мозырь.